Я спросила, как я пришла к дипломатике, как американец, и я повернула, что я в общественном обучении, не знала, что это было. Я выросла, соответственно, в американской образовательной системе, в системе государственного американского образования, и я в этой теме, в непосредственно моих образовательных программах, никогда толком учения не совершила. Я бы сказал, что есть два основных причина для этого. Одна, конечно, это целый формат, но также Сталинская вопроса информации для 20-секущих. Ну, безусловно, две основные причины, которые я могу обозначить, это холодная война и ее последствия, а также вопросы Сталинской репрессии и подавления любой информации, которая состоит из Советского Союза в Турине. И я бы сказал, что, может, с американской обучения, я бы сказал, что Винстон-Черчилл, probably the best, unfortunately, in 1939, as he said, it is a riddle wrapped up in an enigma, and he was referring to the understanding of Russia from the West from 1939. И с тем, чтобы выяснить немножко больше вот эту дыру в американском знании вопроса и недоступность информации о событиях, я приведу цитату Винстон-Черчилля из 1939 года, где он сказал, что в России это загадка, упакованная в тайну, спрятанная в достижимости, и она, наверное, относится как в России, так и в целом, как в сегодняшнем вопросе. So, my, I would say, introduction to the blockade came through film. One film, I would say, was the Russian art, here's a brief scene that shows the hermitage during the blockade. Моё знакомство с темой произошло через фильмы. Первый фильм, для меня, это был фильм «Русский ковчег», там, в частности, есть кадры, есть истории того, как был писатель Ладны Таши, у меня не было кадры. Таркоскин, «Ивинс, Чайлзвен», «Намир и Вера», также в фильмах Тарковского, «Детство Ивана и Зеркла». And a documentary from 2006, called «The Rape of Europa». И также уже нероссийский фильм, это фильм 2006 года, название которого переводится как «Изнасилование Европы». В фильме идет речь о том, как войска нацистской Германии по приказу Гитлера собирали объект искусства по всей Европе в первых занятых странах. И так, в этом фильме дали присутствовать небольшая глава, которая посвящена Европы, скажем. But I started to focus on the blockade when I read further about the Night Witches, which was a female squadron of pilots and mechanics during World War II that bombed the Germans and they flew at night. And I started to read statistics numbers, and had a horrific epiphany that I have been completely naive throughout my education and that there was a genocide that rivaled the Holocaust and that I as a United States citizen knew nothing about this. И именно через эти фильмы и через все эти дальнейшие литературы, которые я читала, я поняла, что я вообще-то не знала этой статистики, я не знала этих цифр. И когда я стала узнавать больше, я поняла, что блокада Ленинграда – это событие сравнимое по своей трагичности с Холокостом, и вот так же можно говорить геноцидом. И для меня действительно было крайне грустно, что я не знала об этом раньше из моего опыта до этого жизни в Америке. И, например, если вы в Америке когда-нибудь говорите блокада Ленинграда, но блокада – это как в Америке, как и сычка, то они вас поправили, скажите, нет, вы неправильно говорите, в Америке когда-нибудь говорите «Осада» в Сталинграде, да? «Блокада» и «Осада» – это все переводится одним словом. I started working in Russia, exhibiting work through the Mostov biennial, a public project during the Manifesto X, and spending time here, this topic, I would say, started to really overtake my artistic life and inquiry. And so I started to work on and create a project that was originally for American audiences. And I would say some of the main literary informants, historic literary informants in the U.S. that I started to take in was the work of Harrison Salisbury's «900 Days». Anna Reid's «Leningrad – The Epic Siege of World War II», 1941-1941-1945. And I quickly realized that there was a deficit of texts in the U.S. that I could research. Even working with interlibrary systems connecting all of the American universities. But for the artwork and for the subject matter, I felt that there was a real sense of urgency. That this, I would say, invisible history becomes visible in the West. So there were, I would say, initially three key events during the blockade, which I'm sure most of you are more than aware of. that became sort of the main informants for this museum exhibition project. So the first is the Radio Leningrad performance. Through their archives, we have come across original posters from the Radio Leningrad performance that were posted around the city during the blockade. And this is one of the original programs for the concert. For the sculpture, which I will show you soon, this document was actually a kind of a holy grail. I'm going to move on to the model of the exhibition. The other two key informants for my research and exhibition are the events that happened during the blockade at the Hermitage Museum. And the third event is also the movement, the migration over Lataga, the road of life. There are six sculptures, and the installation is also led with a sonic component, an audio component. It's an immersive sound installation as well. I'm working with a number of St. Petersburg-based musicians. There's one German musician and two US musicians. And we are creating an immersive audio work that is, I would say, a deconstructive version of the Southern Symphony. So, the question, the reality of working on an exhibition about this subject, at times it's extremely emotional for me, it's overwhelming, it's a subject that has really, I say, taken over my life. Because it is so completely, I would say, deep, but also it's the unknown. There's so much invisible, as many individuals have talked about today. And I feel like it's in my own. And now it's a real situation that I work on this project and it's been very emotional for me. It has been a number of my life and it turns out to me all my life, it turns out to me all my life and it turns out to me very deep, honestly, not aware and not upon the fact that I am from an owner. Субтитры подогнал «Симон»